Ненецкий округ присоединился к инициативе Всемирной организации здравоохранения в Европейской неделе иммунизации, которая проходит под лозунгом «Защитимся вместе, вакцины работают». Основная цель мероприятия – рассказать о том, что вакцины необходимы для защиты людей всех возрастов от потенциально опасных болезней. О том, как проходит акция в Ненецком округе, смотрите в нашем следующем сюжете. Четырем годам Вадиму Хабарову сделаны все положенные по национальному календарю прививки. Его бабушка уверена, что отказ от вакцинации – это безответственное отношение к здоровью ребёнка. Мы все прививки вовремя делаем и никогда не отказываемся. Все прививки сделаны. А как вы думаете, это важно? Думаю, что да, важно. Вакцинацию врач проводит только с согласия пациентов и только в том случае, если нет никаких противопоказаний для прививки. Как отмечают специалисты, в последнее время отказов от вакцинации стало в разы меньше. Родители Ненецкого округа стали ответственнее относиться к такому роду профилактики. Мы, например, с рождения что старшей дочки, что младшему сыну делаем все прививки с рождения. Сейчас такое заболевание корь, оно очень смертельное, и прививки нужно делать обязательно. Кроме прививок, которые делают по графику с момента рождения человека, ежегодно проводится и вакцинация против гриппа. Если несколько лет назад была тенденция на отказ от этой вакцинации, то на сегодняшний день ситуация изменилась в лучшую сторону. Пока что прививки от гриппа регистрируются, отказы от этих прививок, но все больше и больше соглашаются. В этом году было гораздо больше, процентов на 30, чем по сравнению с 2017 годом и 2018 в октябре. У нас подъем согласий на прививки против гриппа. Рассказать людям о том, насколько важна вакцинация, это и есть основная задача обширной кампании Европейской недели иммунизации, к которой присоединился и Ненецкий округ. В этом году мероприятия проходят под девизом «Зачитимся вместе, вакцины работают». На сегодняшний день у нас в течение этой недели проводятся лектории для родителей в школах, в детских садах. На информационных стендах информация у нас есть. Мы дополнительно разговариваем с теми родителями, которые отказываются по разным причинам от вакцинации своих детей. У нас выложена информация на сайте больницы о всех прививках, против которых мы можем привить наших детей. Поэтому уважаемые родители могут зайти на сайт больницы и прочитать всю информацию. Там подробно расписано, от чего, почему, какие могут быть показания, противопоказания. Медики утверждают, что именно вакцинация и иммунопрофилактика могут защитить и взрослых, и детей от самых опасных инфекционных заболеваний, таких как полиомиелит и корь. У нас, в принципе, дети максимально охвачены профилактическими прививками по национальному календарю. Но есть, конечно, те, которые отказываются по каким-то соображениям. Ну, таких немного, процентов где-то, наверное, 10. Дети, которые привиты, они практически не могут болеть теми заболеваниями, которыми мы им делаем прививки. Такими, как корь, как лёж, паратит, дифтерия, столбняк. То есть, они не встречаются на территории Нинецкого округа. В настоящее время национальный календарь прививок содержит 12 инфекционных заболеваний, против которых проводится вакцинация. В будущем в него будет включена вакцинация против ротовирусной, гемофильной и ряда других инфекций.